Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И в прошлом выпуске мы закончили с вами вот на этом графике. Говорили о том, что похоже все это на чашку с ручкой, и мы полетим выше. И в этом выпуске мы продолжим эту мысль. И поймем с вами то, что такое движение не исключает локальных коррекций. Оно никак не противоречит тому, что мы можем чуть-чуть сходить вниз. Допустим, смотрите, на прошлом был ранее у нас были вот такие штуки и вот такие вот штуки. И они, конечно, местами похожи, но всегда разные. И обратите внимание, что после первой такой коррекции, после того, как мы пробили вот этот хай, мы вернулись на его ретест. И после этого только полетели дальше в космос. И дальше вернулись практически на ретест вот этого хая. То есть мы четко идем по лесенке вот так вот, как пружинка, знаете, такая детская игрушка, которая по лесенке ходит, только наоборот. Если задом наперед посмотреть, то вот мы шли по лесенке, отбились до следующей ступеньки и вот так. Ну, в общем, не знаю, к чему это аналогия, но мне кажется, что-то в этом есть. Вот, поэтому тут опять же, смотрите. Возможно, что мы сейчас улетим куда-нибудь сильно выше, 1000 на 80. Ну, сейчас это я имею в виду в течение там двух-трех месяцев. А потом, например, сходим на ретест предыдущего хая, что тоже вполне себе вообще вероятный сценарий. И потом только полетим выше. Но это все спекуляции. А в моменте, да, мы видим, что мы падаем. И, собственно, ну как падаем? Вот мы видим вот такие вот покраснения на графике Байбита, на котором, кстати, сейчас идет турнир. Я думаю, вы все уже в нашей команде. Но на всякий случай, если вы вдруг не в нашей команде, вступайте по ссылке из описания. И хочу выразить респект ребятам. Смотрите, мы на 88 месте. Это, на самом деле, очень круто. И по России мы на 6 месте. Потому что команд там, ну, тысячи, мне кажется. Тысячи команд. Это крупнейшее состязание. Ребята, молодцы. Давайте держим марку, держим строй. И я призываю вас сильно не переторговывать. Лучше поменьше азарта и побольше продуктива. Что можно еще сказать в поддержку бычьего сценария? Смотрите, все, наверное, уже забыли об этом. Но у нас не так давно с вами загорелся синий сигнал на покупку на индикаторе Hash Ribbons, который является исторически чуть ли не самым точным сигналом на долгосрочные покупки. Если вы посмотрите назад, то они отрабатывали практически всегда идеально эти сигналы на покупку. После них мы видели очень-очень внушительный рост. Как вот здесь, как вот здесь. Не могу понять, почему у меня лагается сегодня TradingView. Ребята, прошу меня простить, как есть. Думаю, глупо спорить с тем, что этот индикатор крайне бычий. И мы видели очень хорошую капитуляцию майнеров. То есть после этого хешрейт восстанавливается, сложность сети растет, и, соответственно, цена тоже должна расти. Вот. Потом опять же Glassnode Studios. Давно мы не смотрели. Индикатор Pure Multiple. Это один из, наверное, самых вообще фундаментальных индикаторов. Он высчитывается путем деления дневной стоимости выпуска биткоинов в долларах на 365-дневную скользящую среднюю цены этих выпусков. То есть, грубо говоря, он отражает как раз шок предложения. Сейчас я включу светлую тему, чтобы было понятней. Есть зеленая... У него есть зеленая зона накопления, грубо говоря, и дно медвежьего рынка все время туда попадает. И есть красная зона перекупленности распродаж, где обычно, как мы видим, все предыдущие пики тоже туда попадали. Даже вот этот вот локальный пик 2013 года, который был не пиком на самом деле. Он попал туда. И что мы здесь видим? Что у нас пока еще? Это был не пик явно, поскольку мы туда не попали. А вот предыдущий крэш, связанный с капитуляцией майнеров, когда мы падали на 29 тысяч, мы ушли очень сильно в зону накопления. Кольнули, смотрите, резко выскочили оттуда. Что это может означать? Что мы сейчас где-то вот здесь, в сравнении с предыдущим циклом или вот здесь. То есть мы на самом деле все еще на полпути. И даже недавно были очень близко, точнее прямо в зоне накопления. То есть, грубо говоря, финальный пик рынка должен, по идее, попасть в красную зону. Единственное, что на обратной стороне медали, если вы здесь провердете линию сопротивления, вот так по этим верхним пикам, то вы видите, что каждый последующий пик на самом деле все ниже и ниже. То есть финальный пик в итоге этого рынка может все-таки попасть куда-то вот сюда, в начало этой красной зоны, допустим. Но то, что он до нее даже не дошел, даже если вы проведете линию уменьшающихся возвратов, то она никак не сойдется вот с этим пиком. Поэтому это еще один хороший знак в пользу быков. И то, что бычий рынок еще не закончен. И это, опять же, прекраснейшим образом сходится с моделью Stock to Flow, которая прогнозирует нам цену биткоина как минимум в 100 тысяч долларов. Даже не на пике этого цикла, а в качестве следующего плато. Как вот было здесь, посмотрите, цена в 1000 долларов у нас была в качестве плато. В итоге мы улетели на 20 тысяч долларов. Вот здесь цена в 100 долларов была, мы улетели на 1000. То есть по этой же модели мы сейчас ровно в середине цикла, где-то между дном и верхушкой. И это еще лучше видно из скриншота твита плана B, который мы постили у нас в Телеграме, поэтому обязательно подпишитесь на наш Телеграм, если вы не подписаны. Вот, где он говорит, что мы явно в середине цикла, поскольку у нас синий цвет точек отражает дно рынка, и красный цвет точек отражает пик рынка. И посмотрите, где мы сейчас. Мы сейчас на желто-оранжевых точках. Исторически это как раз то место, где начинается финальная экспансия, и биткоин прорывается очень-очень высоко, перед уже сдутием куда-то как раз примерно обратно на эти оранжевые точки. То есть мы сейчас в теории находимся там, где будет дно следующего медвежьего рынка после финального взрыва. Что, в принципе, отражает индикатор Stock-to-Flow Deflection, то есть отдаленность нынешней цены от прогнозируемой цены по модели Stock-to-Flow. Мы сейчас находимся на рекорд на низких значениях, ребята, на таких, каких мы еще не были. Ну, в сравнении разве что вот с этим, перед финальной, опять же, фазой роста в предыдущем буллране. Единственное, что здесь можно также заметить, даун-тренд, то есть понижающиеся пики этого индикатора. То есть мы все меньше отдаляемся от прогнозируемой цены. И понижающиеся минимумы тоже, соответственно. То есть мы все больше отдаляемся в сторону низа от нее, и все меньше в сторону верха. Тем не менее, ну не думаю я, что пик этого рынка был вот здесь, вот когда мы только-только дошли до уровня 0. Ну, опять же, если прочертить вот так вот линию сопротивления, то мы где-то вот здесь вот, я думаю, встретим следующий пик. Ну, опять же, будем посмотреть. Есть только один способ узнать, как говорится. Короче говоря, иными словами, я думаю, что нас ожидает финальная фаза экспансии этого рынка, которая сквизанет всех неверующих просто. И, ну, сами подумайте, сейчас биток дойдет до сотки, там все зашартят. А дальше пойдем за их стопами и ликвидациями на 200, на 300 или даже на 500 тысяч долларов. Вообще спокойно. Ну, если трезво оценивать, то по логарифмическому каналу, вот, это будет зависеть, насколько дольше. Чем дольше, опять же, мы идем, тем выше будет верхняя граница. Ну, вот она здесь будет в районе 150, здесь уже будет в районе 180, 200 тысяч. Ну, это уже в 2022 году. И посмотрим, на самом деле. Понятно, что уменьшающиеся возвраты, но я думаю, что шартистов будут брить. Причем даже тех, кто зашартил вот здесь и кто зашартит вот здесь. Ну, это мое субъективное мнение. Дисклеймер, не финансовый совет, конечно же. Да? Дорогие друзья, могут быть какие угодно. Может быть, флэт еще на 2 года без всяких медвежьих рынков. Кто его знает? Посмотрим. Но последний мой камень в огород шартистов будет то, что мы видим альтсезон. Ребята, я не знаю, может, вы его не видите, но я его вижу. Я вижу, что доминация BTC падает точно, как, собственно, мы от нее и ожидали с вами. И по плану вот мы отскочили. Все как вот здесь вот в предыдущем альтсезоне. Мы отскочили от сетки. По идее, пойдем сейчас еще выбивать лаи вот эти вот. All-time лаи по доминации BTC. Что это значит? Значит, что альты будут набирать больше иксов, чем биткоин. Давать больше иксов. И это видно по отдельно взятым монеткам, я вам хочу сказать, за сегодня даже. Посмотрите, атом. Атом пошел хорошо наверх. И к доллару, и к биткоину тоже мы можем видеть, что атом пошел. Это на недельном таймфрейме кажется, что он на месте стоит. А если вы откроете 4 часа, то атом к биткоину очень хорошо набирает. Вот это движение, это атом вырос к биткоину. То есть биткоин вырос меньше. Биткоин кэш тоже, кстати, товарищ вчера писал, ликвиднет его, не ликвиднет. Посмотрите, вот такая вот плотная свеча с хорошим объемом. Биткоин кэш к доллару попер наверх. Давно пора на самом деле. Биткоин кэш к биткоину. Тоже посмотрите, какая плотная свечка пошла. Очень плотная свечка, которая съела все вот эти вот красные свечки. Я вам так скажу, ребят. Ну, я торгую в основном от обратного. То есть, грубо говоря, контртренд. Я просто невооруженным глазом вижу, что биткоин уже очень сильно за ту замунил. Как и эфир, как и кардана, как и доджкоин, как и любой, как и BNB. И даже эфир классик. Ну, уже очень сильно он набрал. Посмотрите. Несмотря на то, что он, скорее всего, наберет еще 2-3 икса наверх, как минимум. Тем не менее, мы уже видим мульти иксы. Но ведь есть куча альткоинов, которые выглядят, как биткоин выглядел вот здесь. То есть, находятся на дне своего медвежьего рынка. Присмотритесь, пожалуйста, повнимательнее. Мы о них говорили в прошлом выпуске про альты. Посмотрите его, если не видели. Сейчас он появится сверху. Я говорю о лайткоине, о биткоин кэше, о дэше, само собой разумеется. О, я не знаю, Anthology, о Basic Attention Token, о Xemi, Nemi, о, что там еще вы торгуете? Neo. Видно же все, что когда альт валяется вот здесь внизу на многолетней поддержке, можно его подбирать. И потом вот на этих мульти иксах, когда он перепишет all-time high, выходить. Опять же, конечно же, дисклеймер. Не все альты перепишут all-time high. Но еще раз говорю, посмотрите, что творит Cardano, Doggy и Classic там и прочая Labuda. Тот же BNB. Понятно, что там фундаментал, шмондаментал. Но это же все, мы же понимаем с вами. Короче, вот такой вот хочу подвести итог. Ребята, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Это Гринни. Увидимся обязательно на следующем стриме. Всем профитролей, хорошего настроения и крышностных хексов. Торгуем с холодной головой. Выводим профит на холодильничек. Все ссылки, как всегда, в описании на наш второй канал, на рабочие обменники, на лучшие биржи. Можете заказать себе холодный кошелечек Ledger, выводить на него профит, выводить на него. Вот, все полезные сервисы, которые мы смотрим. Здесь GlassNote Studio, Index AltyZone, все здесь. Всем профитролейчик. Подписывайтесь на канал, на второй канал. CryptoCommerce 2.0 обязательно вступайте в нашу команду. Ну и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok